Ты за кого будешь болеть на Евро? За Россию? А потом? В воскресенье мы узнаем имя нового чемпиона Европы по футболу. Российские болельщики, которым остается только наблюдать за командами других стран, в этот раз решили не ограничиваться комментариями и фото жабами в интернете. Подробнее Ольга Пырочкина. В России есть традиция. Раз в два года наша футбольная сборная с треском вылетает из очередного крупного турнира. После каждого фиаско СМИ отрываются в заголовках. Так после проигрыша в Тулузе лидировали тулузеры. Болельщики вымещают гнев и злорадствуют на форумах в интернете. Если на следующем Евро из группы будут выходить все четыре команды, то Россия займет пятое место. Наша сборная в очередной раз порадовала болельщиков. На этот раз болельщики были граждане Уэльса. Масло в огонь всенародного гнева подлило видео с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым из Монте-Карло, куда футболисты отправились отдыхать после вылета с турнира. В одном из ресторанов к столику членов российской сборной подносят большое количество бутылок дорогого шампанского. Все происходит под звуки гимна России. Видео вечеринки прокомментировал официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Разливать доверили другим. Эти бы точно в бокал не попали. Судя по всему, терпению болельщиков настал конец. В сети набирает популярность ролик, в котором спортсмены-любители вызывают национальную команду на товарищеский матч. Каждый из нас хотя бы раз задавался вопросом, неужели среди 146 миллионов жителей Российской Федерации нельзя найти 11 человек, которые хорошо умеют играть в футбол. События последнего Евро как бы подсказывают нам, что футбол это не наше. Но почему же тогда наша сборная чемпион мира по пляжному футболу, одна из ведущих сборных по мини-футболу, чемпионы мира среди людей с ограниченными возможностями. Я почти уверен, что если бы любую из этих сборных выставили на Евро, она сыграла бы лучше. Жаль, что мы не можем их поменять местами. После очередного провала мы поняли, что хватит задаваться таким вопросом. Решили собрать свою команду из народа. Пускай ребят не носят гордого звания профессионала и не зарабатывают по 200 миллионов в год, но зато умеют обращаться с мячом не хуже, чем команда миллионеров. Мы хотим вызвать сборную России на матч. И пускай сборная докажет, чего она стоит. Обыграйте нас так же, как вы говорили, что обыграете Уэльс. А пару дней назад начался прием заявок на еще один проект в народную сборную. Попасть в нее может каждый. Для этого нужно отправить заявку и снять видео с демонстрации базовых навыков. Из всех заявок эксперты отберут 300 кандидатов, а затем 30. Они поедут в Москву, чтобы на протяжении полугода жить и тренироваться по распорядку, принятому в клубах высшей лиги. В финале проекта останутся 22 игрока. Они сыграют ряд публичных игр с профессиональными командами, чтобы доказать, в России есть таланты. Мнения по поводу создания такой сборной разделились. Игроки-любители, с которыми нам удалось пообщаться, в основном за. Игроки любительской сборной Чувашии, может быть, даже подадут заявку. Вы бы хотели попробовать свои силы? Я думаю, любой бы спортсмен принял бы участие. Если желания, преград нет. Будут заниматься, добиваться успехов. Я считаю, я поддерживаю. Мы играли весь сезон без денег, а у них такие деньги, они не ценят этого ничего. А есть игроки, которые, вот, ирландию возьмите, да, там любители, и они просто играют, добивают успеха. Спортивные эксперты настроены скептически. Мы не можем как-то исключать или обходить вниманием мнение народа. К нему надо все-таки прислушиваться. Но я считаю, что все-таки каждым делом, если мы хотим каких-то добиться результатов, нужен профессиональный подход. То есть должны заниматься профессиональные тренера, профессиональные какие-то администраторы, профессиональные игроки. Если среди любителей, которые изъявили желание поучаствовать в этом проекте, найдутся профессионалы, то есть найдутся какие-то звезды, на которые тренеры тех или иных сборных обратят внимание, то ради бога. Возможно, есть такой безумец, который будет финансировать эту любительскую сборную. В ней должны быть признаны игроки, а народная команда не имеет статуса, не признана Российским футбольным союзом. Надо посмотреть на самих футболистов, на уровень их мастерства. Я понимаю боль всех любителей футбола. Всей нашей необъятной России за провал на Евро-2016. Но нельзя доходить до абсурда. Что касается болельщиков, то проект они поддерживают как одну из мер по развитию футбола в стране. Мне кажется, что надо начинать с детей. Потому что, например, опыт Исландии показал, что они с четвертого класса уже начинают программу вводить. Может быть, тут рядом где-то бегает Маразон. Откуда мы его знаем? Он же не играет в футбол. У нас нет таких секций. Я думаю, что создание народной сборной в первую очередь дает возможность молодым и прогрессивным спортсменам добиться успеха и попасть в сборную России. Потому что ведь очень много талантливых ребят на периферии, которые работают, не покладая рук. И работают они не на таком качественном поле, на котором хотелось бы. Народной сборной хочется пожелать удачи. А скептикам сказать, хуже уже точно не будет. Ольга Пырочкина, Олег Якимов, Республика.